Что в самый разгар событий вы ляпнули не подумав? Здоровенный бывший морской пехотинец и наемник из Ирака приехал из командировки к нам в офис. Он был чертовой горой мускулов. Мы встретились лицом к лицу в одном из узких коридоров офиса, где одному из нас пришлось бы прижаться к стене, чтобы дать пройти другому. Никто из нас не свернул с дороги, и мы остановились друг перед другом. Мой рост 180 сантиметров, и он все еще возвышался надо мной. Он был хорошим парнем, но все-таки немного с изюминкой. Я бы сказал, ну а если простыми словами, он был психически неуравновешенным. Он посмотрел мне в глаза и сказал, ну что, лягушонок, это было похоже на сцену из какого-нибудь фильма. Не моргая, я ответил, мне тебя перепрыгнуть? Мы оба рассмеялись и повернули в сторону, и весь офис вздохнул с облегчением. Я классный руководитель четвертого класса, и однажды я стоял у доски и пытался вспомнить, как пишется одно слово. Я пытался осветить этот момент, рассказывая детям, что иногда взрослым тоже нужна помощь в написании. Один студент ответил, это все потому, что вы плохо образованы, но не волнуйтесь, мы тоже плохо образованы. Двойной удар. На работе по управлению проектом я очень сильно облажался. Все настаивали на выпуске минимально жизнеспособного продукта, чтобы добавить улучшений в него позже. Продукт был выпущен, все похлопали себя по голове и пошли дальше. Затем этот минимально жизнеспособный продукт провалился. На встрече с нашими директорами по поводу того, как он провалился и сколько будет стоить все исправить и так далее, без сильных затрат с ограниченной рабочей силой. Я спросил, почему мы не можем позволить себе сделать что-то хорошо, но позволяем себе сделать что-то дважды? Я никогда не забуду тот момент, когда в местный паб, где я работал, пришла одна семейка. Когда большой лысый альфа-папаша, типа король гриля, его жена и дети подошли ко мне. Я сказал, добро пожаловать, где бы вы хотели сесть. И он огрызнулся. На столе было бы очень удобно. И ни мешка, ни секунды я ответил, на самом деле мы обычно сидим здесь на стульях. Я никогда не забуду то удовлетворение от этого момента и выражение его лица, лол. Мои дяди говорили гадости по поводу моего отца, поэтому я ворвался в их разговор и сказал им, что невежливо говорить о людях за их спиной. Один мой дядя повернулся ко мне и сказал, что я не должен перебивать, когда разговаривают мужчины. И ответил, не вижу здесь ни одного мужчины. Ребята, я получил столько наказаний в тот день, но зато я точно был уверен, что выиграл эту битву. Я работал в сфере продаж сотовых телефонов в течение нескольких лет. И однажды у нас пришла женщина с довольно новым раскладным телефоном. Это был 18-й год, мы их все еще продавали. Она жаловалась на то, что одна из сторон экрана сломалась и отваливалась сама по себе. И говорила, что ничего не сделала, просто открыла его и он тут же сломался сам. После чего она потребовала дать ей новый телефон. Я сказал ей, это похоже на физическое повреждение, мы никак не можем вам помочь, так как вы не купили гарантию защиты телефона. Она настаивала, что она ничего не ломала и телефон просто дурацкий и недолговечный. Потом она стала беситься и обзывать меня разными ругательствами, тряся несчастный телефон у моего лица. И тут верхняя часть телефона буквально отвалилась и упала на стойку передо мной. Я просто посмотрел ей в глаза и сказал, ну теперь-то это точно было физическое повреждение. Она потеряла дар речи после моего комментария, и я почувствовал странное приятное чувство победы. Я не осознавал, что на самом деле написал, когда писал свой комментарий. В старших классах один из моих учителей проводил анонимный опрос в конце года. Все его ненавидели, и я понимал почему, но все равно на его уроках занимался хорошо. Я написал, у меня нет никаких замечаний по поводу вашего преподавания, но вот чтобы стать хорошим человеком, вам нужно здорово постараться. Работая в розничной торговле, однажды я услышал, как типичная недовольная качеством продукции женщина сказала мне, что надеется, что я отправлюсь на тот свет. Я был настолько вовлечен в работу, что безучастно ответил, да, мы все отправимся на тот свет, не вижу в этом ничего плохого. Может быть, это было из-за моего совершенно спокойного тона или пустого взгляда, но это действительно заставило ее замолчать. Профессор судебной биологии принес в ошеломленный класс свежий человеческий мозг. Вы даже не представляете, что мне пришлось преодолеть, чтобы получить его. Когда мне было 12 лет, моя старшая сестра пригласила своего парня на ужин в День Благодарения. Она встречалась со многими идиотами, но этот парень занял бы среди них первое место. Дерзкий, раздражающий придурок, который был груб с ней, да и со всеми вообще. Когда мы сели ужинать, прежде чем мы успели сказать, как мы были благодарны друг другу за все, этот парень хрюкнул от смеха с дерьмовым оскалом. Похоже, я нахожусь во главе стола, я тут важная шишка. Без секундной паузы я жестом показываю на своего отца, сидящего напротив него, и говорю, на самом деле мой папа сидит во главе стола, а ты идиот. Моя мама наказала меня за то, что я ругалась за столом, но спустя годы сказала мне, что моему папе это очень понравилось. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. После четырех лет абьюзивных отношений и одного года абьюзивного брака, я сказала своему бывшему, что хочу развода. Он ответил, что я не могу развестись с ним, иначе я попаду в ад. Мой ответ прозвучал так, ну тогда там и увидимся. Затем я выгнала его из дома, за то, что он никогда не платил ни копейки по счетам, и сказала, чтобы он позвонил своей маме, чтобы она ему купила билет на самолет. Не самая крутая история в этой теме, но я чувствовала себя прекрасно. Мне было около 17 или 18 лет, и я пошел к стоматологу, чтобы мне впервые поставили пломбу. Меня накачали закисью азота в качестве обезболивающего, чтобы помочь мне расслабиться во время процедуры. Стоматолог вернулся и спросил меня, как ты себя чувствуешь? Все, что я ответил ему было, я себя не чувствую. Он не знал, что мне сказать, и просто рассмеялся на примерно минут 20, прежде чем смог собраться с духом. Я тоже начал трещать от смеха, потому что его смех был заразителен, да еще и этот газ. Так что мы оба просто сидели в кабинете и смеялись. А когда к нам зашли медсестры, чтобы проведать нас, было очень неловко, лол. Когда я учился в колледже, я работал в продуктовом магазине на складе, и мне надо было приходить на работу около 4-5 утра, чтобы разгружать грузовики. Однажды утром я немного проспал и пришел к грузовикам примерно на 10 минут позже, наспех кушая энергетический батончик. Босс рвал и метал, громко ругая меня перед всеми за опоздание. Пока он кричал, я слушал его и кусал батончик с абсолютно равнодушным выражением лица. Главным образом, потому что я просто чертовски устал и не выспался. Его наконец стало раздражать, что я просто неуважительно жевал во время его криков. И он остановился на полусловия, протянул руку и сказал, «Дай сюда эту чертову штуку!» У меня оставался только один укус, поэтому я съел остаток батончика, протянул ему обертку и сказал, «Спасибо с набитым ртом». Он сделал паузу и начал смеяться над моим нелепым ответом на его ругань. После этого мы стали с ним приятелями. История о моей дочери. Один мальчик в школе постоянно называл ее отсталой. Ее ответ «Нет, я болею аутизмом и не знаю, как ты будешь оправдываться за свои чертовы оскорбления». Она была в шестом классе. Я была шокирована, когда мне позвонили из школы. Она обычно не говорит людям ничего такого. Я писатель и в основном занимаюсь стендапами. Люди, как правило, представляют меня новым людям, как комедиант, писатель и так далее. Так, однажды я был около бара и тусовался вместе со знакомым своего друга. К нам подошел еще один приятель друга. Он был одет как к киношной мафиози и приближался к нам со странной ухмылкой. Далее последовал такой диалог. Знакомый. «Мистер Галлахер, это мой друг, он комик». «Мистер Галлахер, осмотрел меня с головы дано». «Комик?» «Да?» «Значит, считаешь себя тут самым смешным?» «Я». «Нет, это значит, что все остальные меня таким считают. Я не знаю, откуда это взялось в моих мыслях. Я не думал об ответе, он сам ко мне пришел. Это самое великое, что я когда-либо говорил». На собрании в нашей компании кто-то представил классный проект, над которым он добровольно долго работал и, наконец, его закончил. Затем они объяснили всякие вещи, которые, по их мнению, можно было бы сделать и лучше. И кучка людей стала ругаться на его работу и облила его мелкой критикой. Тем не менее, это была определенно хорошая работа, которая меня просто поразила. И я выпалил. Иногда сделана лучшая деталь в работе. Та группа людей посмеялась, а затем прекратила критиковать его. Коллеги отдали ему должное, и мы пошли дальше. Это не очень круто, но я был удивлен, что эта мысль каким-то образом вышла у меня полностью сформированной. Словно это была фраза, которую я произносил десятилетиями. Думаю, я просто осознал, сколько людей не заканчивают того, что начинают. Так что «Готово» неожиданно показалась чертовски хорошей чертой работы. Дайте парню награду за то, что он закончил эту чертову штуку. Мне вспомнилась вот эта история. В колледже со мной в группе училась одна чрезвычайно привлекательная девушка. Однажды для проекта, где мы брали интервью у других студентов, меня поставили с ней в пару. Так вышло, что мы не успели закончить составлять наши вопросы для интервью в классе. Поэтому я спросил ее, могу ли я встретиться с ней где-нибудь, чтобы закончить. Она согласилась. На следующий день я встретил ее после того, как она закончила репетицию в танцевальном кружке. Я пролистал последние несколько вопросов и прочитал один из них. «Что вы думаете о будущем?» Она ответила. «Я даже не знаю, что буду есть на ужин сегодня вечером. Понятия не имею, что ждет нас в будущем». Поэтому я ответил. «Ну, если ты не знаешь, что будет у тебя на ужин, не хочешь поужинать со мной?» Она засмеялась, сказала «Да». И хотя мы повеселились только той ночью, я все еще оглядываюсь на тот день, как на одну из лучших историй знакомств, которые у меня когда-либо были. Ну а на этом видео заканчивается. И если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков. И поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и, как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока. А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!